Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из Мотостронга сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на Instagram Мотостронга, там всё наличие. А менеджеры Мотостронга помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Вы давно просили разобрать и разобраться с турбодизелем двухлитровым от BMW. Настало время исполнить ваши желания. Итак, встречаем скандальный N47. Этот двигатель появился в марте 2007 года и заменил на конвейере мотор М47. Этот двигатель полностью соответствовал духу времени. У него алюминиевый блок с балансированными валами, чугунные гильзы в цилиндрах, естественно, присутствуют. Топливная система только Common Rail и есть модификации с пьезофорсунками. Появились и битурбо-версии. Машины с таким раскачанным двигателем N47 имеют индексы 23D и 25D. Например, 125D, 525D либо просто X25D. Ну а цепной привод ГРМ переехал к «маховику». Этот двигатель до 2015 года устанавливали на все BMW, начиная от первой серии и заканчивая X5 третьего поколения. Этот мотор не устанавливали только на «шестёрку», «семёрку», а также «Х6». Этот двигатель очень распространён на автомобилях BMW. Он выпускался почти восемь лет и закрывал практически все потребности владельцев BMW в дизельных моторах. Так вот, при неизменном рабочем объёме 2 литра его мощность варьируется от 116 до 218 лошадиных сил. У BMW не было двигателя другого дизельного и двигателя дизельного меньшего объёма до 2014 модельного года. Тогда появился мотор B47 и полуторалитровая тройка B37. Эти моторы были сделаны на базе N47. Итак, что с надёжностью? На самом деле на сегодняшний день серьёзных врождённых проблем у этого двигателя просто нет. Его ресурс, опять же, на сегодняшний день и состояние оценивается пробегом, который часто смотан, а также качеством обслуживания. В общем, всё остальное – мелочи, хотя местами и не дешёвые. Этот двигатель снят с «пятёрки» E60 и он в плохом состоянии. У него плохо прокручивается коленвал. Но давайте разбираться, что к этому привело. Все автомобили с двигателем N47 оснащались сажевым фильтром, который выхаживал примерно 200 тысяч километров. Кстати, есть версии с системой впрыска мочевины AdBlue. Это касается тройки США F30 с обозначением 328D. С таким накрученным обозначением этот мотор выдаёт 184 лошадиных силы. Так вот, систему AdBlue успешно отшивают у машин, которые приплыли нам через Атлантический океан. Пробегу в 250-300 тысяч километров этот двигатель начинает потеть маслом. Причём, начинает потеть по всем уплотнениям и манжетам всего впускного тракта от масляного фильтра до ГБЦ. Также масло начинает просачиваться по периметру клапанной крышки и также попадает в колодцы форсунок. Также масло может появиться на краю поддона, а вот сальники коленвала в этом моторе держатся до последнего. Отдельное масляное пятно на этом двигателе появляется с его левой стороны, а именно по многочисленным прокладкам корпуса масляного фильтра. Об этом мы далее подробно расскажем, когда демонтируем его с двигателя. Вот это не шкив коленвала, а демпфер крутильных колебаний. Это колесо состоит из внутренней и наружной половинок с резиновой демпфирующей обоймой и эта деталь давным-давно устанавливается на бензиновые и дизельные двигатели, но почему-то боль она вызывает на дизельных двигателях BMW, а именно на четверках и шестерках. Такой вот новый шкив для мотора N47 стоит 300 долларов либо 390 долларов для более мощных версий. Служит примерно 150 тысяч километров. Если резиновая обойма лопнет, то ремень навесного оборудования слетит, и тогда перестанет работать и генератор, и помпа. Ну а сегодня распетрушить этот скандальный мотор нам поможет менее скандальный Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! На моторе, который мы разбираем, установлен алюминиевый корпус масляного фильтра. Позже начали устанавливать вот такую пластиковую конструкцию. Здесь прокладок минимум, и менять их лучше все вместе. Внутри пластиковый корпус соединен с теплообменником и парой штуцеров, уплотненных четырьмя резиновыми колечками. Между блоком цилиндров и корпусом есть вот такая комбинированная прокладка. В общем, все это меняется недолго и недорого. С 2011 года на BMW с обозначением на букву F, а также на поздних E90, а также на X1 E84 эта конструкция сильно изменилась. Она превратилась в многослойную пластиковую. Сверху на корпус прикручен корпус термостата, а наверх установлен еще один алюминиевый теплообменник. Все это уплотняется пятью резиновыми уплотнениями и плюс одно комбинированное на блоке цилиндров. Клапан EGR и охладитель рециркулирующих газов установлен спереди на моторе N47. Если двигатель под нормы Euro 3, то значит клапаном EGR управляет вакуумный актуатор. А вот если под Euro 4, то шаговый электромотор. И под Euro 4 охладитель двухступенчатый. То есть газы во впуск могут попадать, проходя через его контур либо же в обход его. Никаких специфических проблем с клапанами EGR на этом моторе не возникает. То есть с любой конструкцией. Любой клапан EGR оснащен датчиком положения. Поэтому как только клапан начинает подклинивать, то ЭБУ сразу же сообщит об этом. Клапан обычно в таких случаях надо чистить и чистить впускной тракт после него. Ну а многие владельцы отшивают клапан EGR и удаляют его компоненты с мотора. На двигателях N47 до и после рестайлинга устанавливали турбокомпрессоры BorgWarner либо Гарретт. Так вот, если турбокомпрессор один, то он в любом случае с изменяемой геометрией, которая управляется электромеханическим актуатором. На версиях 23D малая турбина пассивная, а большая с перепускной заслонкой. На версиях 25D малая турбина с геометрией управляется сервоприводом. Потоками сжатого воздуха, который между турбинами переключается с помощью заслонки, которая управляется вакуумным актуатором. Особых проблем с одиночными или парными турбинами нет. Их ресурс зависит с большего от масляного сервиса. Но иногда битурбированные версии могут глючить из-за вакуумных трубок, а также из-за барахлящих вакуумных актуаторов, которые управляют переключающими и перепускными заслонами. Клапанную крышку двигателя N47 можно снять после снятия форсунок и снятия впускного коллектора. Кстати, отметим, что клапанные крышки на двигателе N47 и N47N рестайлинговым разные. В этой крышке находится подпружиненный мембранный клапан. При пробеге в 200 тысяч километров из-под этой крышки начинает сочиться масло. Это говорит о том, что мембрана изношена. Так вот, по оригиналу производитель не предлагает купить эту мембрану. Он предлагает купить клапанную крышку целиком. Но не беда. Неоригинальные производители предлагают комплект, то есть состоит из мембраны, пружинки и вот такую крышечку новую установить тоже не проблема. Топливная система у двигателя N47 хорошая, расскажем, на примере вот этой форсунки и ТНВД Bosch CP4. Владелец обязательно должен знать, что вот этот ТНВД может не выдержать езду на резервном топливе, то есть когда есть перебой с подачей топлива в насос, то есть пропуски. Так вот, этот Bosch CP4 – это самая упрощенная версия ТНВД вот этой компании. Здесь один плунжер, который приводится кулачком. Чтобы снизить трение между кулачком и плунжером, под плунжер установлен ролик. Если в полость ТНВД попадает в воздух и возникает сухое трение, то кулачок может развернуть ролик. Тогда ТНВД будет работать нормально, но кулачок начнет обтачивать ролик, и эта стружка разнесется буквально по всей топливной системе. То есть попадет в форсунки, попадет в топливную рампу, также попадет в бак, и двигатель просто встанет, и тогда надо будет вычищать всю эту стружку из топливной системы. ТНВД Bosch CP4 до сих пор страдает этой проблемой, поэтому не лишайте этого ТНВД хорошего дистоплива и следите за его уровнем. На моторах N47 мощностью 163, 177 и 197 лошадиных сил установлены пьезофорсунки. А на двигателях мощностью 211 и 218 лошадиных сил пьезофорсунки тоже устанавливались, но они другие под другими номерами. Пьезофорсунки Bosch легко узнать. У них тонкий штуцер под обратку, который выходит не под углом 45 градусов, а вертикально вверх. Такая форсунка стоит до 480 долларов, новая. А для двигателей мощностью более 200 лошадиных сил до 630. Со стороны маховика установлены три цепи. Верхняя и средняя отвечают за привод ГРМ, а нижняя – за привод маслонасоса. В первые годы выпуска двигателя N47 цепи вели себя ужасно. Они рвались, перескакивали, шумели. Но затем инженеры BMW взялись за ум и улучшили цепи и предложили натяжители с удлиненными штоками. В общем, существует много легенд по поводу этой проблемы, но в последнее время эти легенды не подтверждаются. В общем, на двигателе N47N рестайлинговом проблем с цепями ГРМ нет совсем. Кстати, последняя ревизия натяжителя датируется 2019 годом. В общем, после всех ревизий цепей ГРМ они ходят примерно 250 тысяч километров. По истечению данного пробега надо внимательно прислушиваться к цепям ГРМ после холодного запуска. В самом запущенном случае обычно рвется либо перескакивает верхняя цепь ГРМ. В общем, не существует простых способов оценить растяжение цепи. Но инженеры BMW выпустили специальный инструмент индикатор износа цепи, который вкручивается вместо верхнего натяжителя цепи. И по положению его штока можно оценить растяжение цепи. Все три цепи надо менять вместе, потому что цепь маслонасоса тоже растягивается. В общем, чтобы поменять цепи ГРМ, надо снимать трансмиссию. Инструкция BMW гласит, что надо вывешивать мотор. Но уже давно специализированные сервисы обходятся без этого. Впускного коллектора, к сожалению, на нашем двигателе не оказалось, но надо про него рассказать. Так вот, впускные коллекторы на двигателях N47 для автомобилей с кузовами E и F разные, но в обоих есть вихревые заслонки, которые нанизаны на общую ось. Исключение составляют версии 14D, 16D и 18D. Там вихревых заслонок нет совсем. У старого коллектора заслонки несъемные. Их можно удалить с использованием неоригинальных заглушек. Заглушки устанавливаются в отверстие, снятой оси заслонок. Так вот, заслонки пластиковые и иногда улетают в цилиндры, но, как правило, без последствий перемалываются клапанами и поршнями. На обновленных двигателях N47N, которые появились на кузовах F, а также на поздних E90 и E84, впускные коллекторы другие. На маломощных версиях вихревых заслонок нет вообще. Они есть на более мощных версиях, начиная от 20D до 25D. И заслонки продаются по оригиналу. Они помещены в рамочку, которая является уплотнением между ГБЦ и впускным коллектором. И вся эта конструкция стоит 50 долларов. Не так-то и дорого. И просто меняется. Ну, а самая большая проблема впускного коллектора этого двигателя в том, что при работающей системе EGR он покрывается шубой из сажи и масла. Впускной коллектор надо чистить каждые 100 000 километров. И тогда вихревым заслонкам будет легче открываться. С ГБЦ этих двигателей ничего плохого не случается. И если говорить по состоянию, то никакого нагара мы здесь не видим. Также не видим здесь и треснувших клапанов, что очень подозрительно. Походу здесь производился какой-то ремонт. Сейчас будем дальше разбираться и выяснять. Ну и здесь у нас подозрительно новые и чистые поршни. Если говорить о хоне в цилиндрах, то он есть, но видны потертости. Значит, а если верить слухам и немногочисленным случаям, то блок цилиндров у двигателя N47 трескается. Причем трескается в районе второго и третьего цилиндра прямо сверху под прокладкой. При этом откалываются кусочки гильз и легкосплавные перемычки между ними. Почему так происходит? Досконально неизвестно, но в зоне риска чипованы и перегретые двигатели. Бывает так, что после замены цепей ГРМ неумелыми мастерами откручивается шестерня маслонасоса. В общем, к этой процедуре надо относиться более ответственно. Балансирные валы здесь приводятся с шестерней от коленвала. Никаких проблем балансирные валы на моторе N47 не создают. Прежде чем мы будем говорить о состоянии, отметим, что для двигателя N47 N47 продаются оригинальные ремонтные кольца и поршни первого ремонтного размера. А это значит, что диаметр у них на 0,25 больше. То есть чугунные гильзы этого двигателя можно расточить под этот размер. Ну а теперь возвращаемся к началу нашего видео. Почему же коленвал этого мотора вращался с трудом? Да, потому что некоторые вкладыши к коленвалу буквально приварило. Посмотрите, насколько изношены коренные вкладыши. Также изношены шатунные вкладыши. Маслосъемные кольца все закоксованы. Ну и естественно, изношены шейки коленвала. Видны глобальные и глубокие задиры. Ну а причина этому хреновый масляный сервис все в гуталине. То есть масло из-за того, что его не меняли, а скорее всего просто доливали, превратилось в гуталин. Ну и верхние коренные вкладыши тоже в удручающем состоянии. В общем, двигатель N47 не так страшен, как о нем говорят. Как мы уже говорили ранее, его возраст и уровень обслуживания гораздо больше угрожает ему и кошелькам владельцев, нежели любой инженерный просчет. Но справедливости ради надо сказать, этот двигатель намного надежнее и выносливее, чем любая турбобензиновая «четверка» BMW тех лет. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтрон».